В этом году в президентский полк могут отправиться два брата-близнеца. Антон и Артем Барановы уже прошли предварительный отбор в элитные войска. Было ли это их мечтой? И как ребята готовятся к службе? Сбить с пяти минут кремлевскими солдатами, познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Артем и Антон неразлучны с самого детства. Вместе ребята занимались легкой атлетикой, играли в хоккей, а сейчас ходят в секцию бокса. За последние годы обоим удалось собрать огромную коллекцию наград. Порой на турнирах близнецам приходится вставать на разные ступени пьедестала почета. Кто-то берет золото, а кто-то серебро. Боролись на каждом соревновании практически. Друг с другом? Да, друг с другом. Когда он был, бери меня, когда я. Нет, не обижались. Потому что соревнования, конкуренция. Уже сбили со счета, не считали даже, не дали сколько. А дать долг родине тоже стало решением обоюдным. Правда, поначалу близнецы не думали, что они отправятся служить в элитные кремлевские войска. Ребята грезили о морской пехоте, но неожиданно им предложили пройти другой отбор. Отбор был сперва в Маргарском районе у нас, в больнице. Потом в городе был отбор. Приезжали из Москвы. Здоровье у нас было нормально все. О спортивных успехах, да, спрашивали они. Чем занимаемся, какие разряды. Мы отвечали, как бы лыжные гонки мы занимаемся. И бегом, атлетчикой легкой. У нас первый разряд по лыжным гонкам. Каждый год Чувашская республика отправляет в президентский полк 15 юношей. Но еще никогда в регионе в кремлевские войска не отбирали близнецов. Тут даже не склонные к сантиментам военные люди не могут сдержать эмоций. Представители президентского полка были очень приятно удивлены о том, что два таких красавца, будем так говорить, парня из нашего Маргарского района, они обеими руками были за определение их президентский полк. И так подчеркнули, что очень редко, когда два братья-близнеца попадают в одну воинскую часть, именно в президентский полк. Очень строгий отбор. Очень строгий отбор. Конечно, там свои критерии и у Федеральной службы охраны, и других контрольных органов. Ну и мы, кажется, стараемся не упасть в грязь лицом. Особенно по медицинским показателям. К военной службе братья готовятся не только морально. Каждый день потягиваются на турнике, чеканят строевой шаг. Близнецы мечтают о том, что они оба когда-нибудь заступят на самый почетный пост – в могиле неизвестного солдата. Конечно, рады за детей. Но до последней минуты пока не уверены, что они прямо туда и попадут. А так надеемся, что попадут. И рады, очень рады, конечно. На присягу думаем, поедем. На присягу. Вообще, братья идут в армию по примеру отца. Сам Эдуард Баранов служил в Севастополе моряком. Свяжут ли его дети свою судьбу с военным делом, близнецы пока затрудняются ответить. Если один из них решит, то не откажется и второй. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.